Всем привет! Мы с вами сейчас на участке моей сестры. Когда мы получили этот участок, конечно, очень обрадовались. Всё-таки своя земля – это мечта, наверное, любого белоруса. Даже есть целая поэма у Якуба Колоса «Новая земля». Приехав сюда, обрадовались. Смотрите, какие пейзажи. Рядышком пойма птичьи, прекрасный луг, деревья, тишина, природа вокруг. С другой стороны, немножко озадачены были тем, что участок располагается вот в низине. Очень близко к грунтовой воде, и по весне просто вода стоит, хоть ты карасей, выращивая, не капусту. С одной стороны, здесь очень богатая плодородная пойменная земля. Просто чёрная, как настоящий чернозём. И на этой почве великолепно растут овощи, такие, как капуста, зелень. Тыквенные просто бушуют. Но с садом могут быть вопросы. Вот как раз плодовые деревья, которые мы посадили уже здесь, они могут страдать. Близкие грунтовые воды для них противопоказаны. Погибает корневая система, удушение, застой воды. Они это не любят. Поэтому готовить надо место для именно плодовых деревьев заранее. Выбирать более высокий кусок участка. Либо подсыпать почву, либо делать насыпные гряды. А ещё можно купить саженцы на клоновых подвоях. Карликовых, полукарликовых. Их особенность в том, что у них очень поверхностная корневая система. И она не доходит до грунтовых вод. И такие вот как раз деревья на таких подвоях, на таких участках низких, они будут жить, расти и плодоносить. Конечно, пока строился дом, участку уделялся минимум внимания. Появились деревья, мы выбрали подходящее место, посадили. Появились там какие-то кустики, увидели, посадили. Но на самом деле, серьёзно, участком мы ещё не занимались. И вот сейчас мы с вами пришли к нам на огород, и что мы видим? Прекрасная плодородная почва, полно сорняков, где-то там был огород, что-то уже даже растёт, там ждёт свои участи на пересадку. И мы с вами должны решить, что нужно сделать, чтобы наше садоводство действительно было успешным. Я всегда, когда прихожу на участок, неважно, это мой участок, это участок сестры, это участок кого-то из моих друзей, знакомых, я всегда иду, смотрю, какая же почва, потому что в зависимости от того, какая почва, назначение участка может полностью поменяться, может полностью поменяться даже концепция, что мы там будем выращивать, и вообще, будем ли мы там что-то выращивать, что мы будем делать, если всё-таки хочется, чтобы у нас была тут пышная растительность, красивая, а не альпийская степь, луга и так далее. Я иду и смотрю почву. Так, обходи, 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 завязнешь. Мы будем выкапывать оператора, потому что, если я знаю, какая почва, какой тип почвы, там супи, суглинок, тяжёлый, лёгкий, средний или тут, может, глина, я буду знать, что с ней делать дальше. Хорошо вышла. Вот, и сейчас, о, вошла лопата, как нож в масло. Мне нужна ямка. Ох, тяжеленная. Обратите внимание, какой цвет. Шикарный цвет, почти чернозём. Вот такой цвет, это говорит о том, что в почве очень много гумуса. А гумус – это плодородие. Так, есть интересный такой приём. Сразу вспоминаем детство, вот, когда мы лепили куличики. Берём комочек земли вот, где-то с глубины сантиметров 10-15, и начинаем его жмякать. Шарик слепился. Это значит, в почве достаточно много глинистых частиц. То есть она уже говорит о том, что тяжеловатая. Ну, и судя по тому, как я эту почву доставала, тоже, понятно, тяжеловатая. Так, слепился. Значит, это, скорее всего, суглинок. Сейчас я его буду подавлять. Я его нажимаю. Смотрите. Он не разваливается, он трескается. Видите? У него очень хорошо сцепляются частички почвы между собой. Вот. Потрескался. И сейчас следующий ещё тест – это скатать колбаску. Я сейчас его буду сгибать. Вот. И он немножко трескается. Вот так вот. Именно таким образом ведёт себя почва суглинистая. Суглинистая. Обратите внимание, когда я её начинаю мять, она такими чешуйками, она легко размазывается, пачкает руки. И самое главное, я практически не чувствую здесь песчинок. То, что она держит форму и позволяет себе даже расплюснуть и скататься в шнурочек почти, но при этом немножко отрезкается, говорит о том, что это почва суглинок, средний, близкий к тяжёлому и очень плодородный. Это хорошо. Плохо то, что это тяжёлая почва и плохо то, что очень близко к грунтовой воде. Тут постоянно сыро. И эта почва очень нуждается в улучшении, в облегчении. И когда идут дожди или рано весной, осенью, заливает у нас здесь всё, корни растений начинают задыхаться. Есть риск удушения. Картошка тогда вообще вся погибла. Вот у нас было здесь, просто залило водой, летом шли дожди, пару лет назад картошка стояла в воде и все клубни задохнулись, мы их выбросили, они сгнили. Что можно сделать? Конечно, можно прокопать тут дренаж, вывести в воду. Это тоже надо обязательно делать. Но первое, что уже сейчас нужно сделать, это сделать почву более рыхлой, более воздушной. А для этого нам понадобится торф. Мы сюда планируем ввести побольше хорошего, рыхлого, раскисленного торфа. Не кислого, такого волокнистого. И обязательно сидираты. Вот здесь уже брат мой помогал, засеял немножко сидиратами, уже запахали, они взошли заново. Сидираты тоже помогают хорошенько её разрыхлить. Конечно, придется вносить торф не один год, вносить перепревшую органику, это хороший соломистый навоз. Даже солому можно вносить в эту почву, но только с осени, потому что ей надо время на перепревание. И через 3-4 года почва просто изменится на глазах. Мы уже пробовали такое делать на небольшой грядке, мы туда внесли именно хороший торф, и растения просто попёрли. Я таких бураков, извините, такой свеклы не видела. Огромные просто. Это при том, что никаких посторонних удобрений мы на такие участки не вносим. Вот именно суглинки, средние суглинки, близкие к тяжёлым, они самые плодородные. Здесь надо только поддерживать это плодородие. Где-то там сидираты, где-то там органику, компост обязательно вносим. Всё то, что будет делать её рыхлой, такой аэрируемой, воздушной, это добавить, будет расти всё почти. Ну, то, что позволяет наш климат. Вообще, вот идеальный саженец, с моей точки зрения, и я его сейчас буду сажать по всем правилам. Так, чтобы на следующий год у меня уже был шикарный кустик, а через год, чтобы можно было собрать вот с этого кустика не меньше литра, а то и двух ягод. Многие садоводы делают ошибку, упуская один очень важный момент при посадке, и потом ждут нормального урожая два, три, четыре года, а то и больше. Мы с вами этого быстренько сейчас и избежим, и я покажу, как это мы сделаем. Сейчас мы будем выбирать место для этой красавицы, это смородина белорусская, сладкая. Главное соблюдать все отступы. Метр от соседского участка, расстояние между деревьями, корыстные выкопни, в смысле полезные ископаемые. Самая полезная ископаемая в Беларуси это у нас картошка. Обратите внимание, какая она здесь шикарная выросла. Сама выросла, мы не сажали, сама приползла. Вот, и так у нас здесь хороший кусочек земли, и мы посадим вот здесь вот смородину. Метр от соседского участка вот эти вот исопые лафанты, они тут не повлияют, они у меня тут выполняют декоративную функцию, медоносную, декоративную, лекарственную. Есть у меня мечта сделать собственный этот такой маленький аптекарский огородик со всякими лекарственными травками, кустиками, чтобы собирать там на чаи и на прочие лекарства. На плодородной почве хорошо растут не только хорошие растения, на такой плодородной почве растут хорошо сорняки в том числе. Иногда мне кажется, что они растут гораздо лучше, чем то, что я сажаю. Я сейчас освобожу почву от особо злостных сорняков. Это у меня лопух, большой. Кстати, тоже лекарственное растение. Его корневища активно раньше использовали и в пищу в голодные годы. У них, кстати, очень много сахаров. А еще корень лопуха прекрасно идет для отваров, для мытья волос. Репийное масло никто не отменял. Это тоже из его семян мы получаем. Итак, мы сейчас подготовили практически почву. Смотрите, какая шикарная земля. Как говорит мой один знакомый агроном, ложкой бы ел. Намечаем место. Длина моей лопаты около метра. Вот граница. Вот идеальное расстояние. Маски для рук. Недорого. Лечебная грязь. Да, почва на самом деле сушит кожу. Я очень люблю работать голыми руками. Я так чувствую просто и землю, чувствую растения. Но потом руки, конечно, выглядят немножко грустновато. Правда, есть хороший кремик. Вот недавно прикупила защитный. После него руки просто омолаживаются. Так что могу позволить себе удовольствие копаться голыми руками в земле. О, еще один товарищ полезный. Это чеснок у меня здесь. Оказывается, роса. Я не в курсе. Сколько нам открытий чудных готовит перекопка огорода. Дело в том, что саженец надо сажать заглубленно. Как минимум сантиметров на 8-10. Я потом объясню, зачем. Поэтому по мере копания ямки я всегда делаю примерку. Мы сажаем же под углом. Так, где у меня уровень? Моя любимая лопата. Как бы надо копать глубже. Поэтому будем ямочку увеличивать в размерах, увеличивать в объемах. Я только сейчас вспомнила, что я сюда посеяла вот эти вот детки чеснока, которые на головках образуются. для омолаживания. И совсем про него забыла. А он вырос. Несмотря на отсутствие ухода. Вот что значит хорошая почва. Опускаем ее под углом. Как раз вот она и уйдет. Нужная нам часть под землю. То есть глубина достаточная. Для того, чтобы смородина хорошо принялась, хорошо укоренилась, я всегда вношу, неважно, кстати, это смородина или любое другое растение, всегда добавляю суперфосфат. Дело в том, что фосфор жизненно необходим для образования новых корней. А как бы мы ни старались выкопать растение аккуратненько, все равно часть корней теряется. Что-то гибнет, что-то ломается. Поэтому растению нужно помочь. Стабильно продается во всех магазинах. Я всегда вношу суперфосфат в яму при посадке, неважно, весна или осень, чтобы растение очень хорошо укоренилось. Вот тут у нас получается где-то грамм 50 понадобится суперфосфата на одну посадочную ямку. Обязательно на дно, обязательно на ту почву, которой мы будем засыпать. Используйте микоризные грибы. Сейчас оказывается, что не только лесные, всякие осины, березы, дубы, сосны образуют микоризу с подберезовиками, подосиновиками и прочими маслятами. Оказывается, даже наши плодовые ягодные растения, они тоже образуют микоризу. Для чего это вообще надо? Что это за зверь? Понятно, что тут не вырастут какие-то съедобные грибы. Нет, это совсем другие грибочки. Они помогают нашим деревьям, нашим кустарникам впитывать вещества питательные из почвы. И эти вот грибы, оказывается, устанавливают такое взаимовыгодное существование. Они дают растению азот, они дают растению какие-то свои белки, минералы, которые они могут сами усваивать. А взамен растение даёт им сахара, которые грибы сами производить не могут. Получается такое взаимовыгодное существование. Поэтому в ямку осенью можно добавить, весной, если вы с осенью не успели. Вот эти микоризные грибы вносим, и растения в результате намного лучше развиваются. Они потом легче переносят и засуху, и заморозки, и растут гораздо активнее. Мы, поскольку сажаем сейчас, и у нас есть свои микоризные грибы, мы их тоже внесём. Они бывают в разных формах, там жидкость в виде сухих таких гранулок. У меня вот есть две формы, жидкая и сухая, вот микоризные грибы. Но я буду использовать сухую, мне так проще, потому что сейчас у меня под рукой тут не в чем развести. Немножко на дно, вот, здесь на этих маленьких гранулах как раз и сидят споры этого самого микоризного грибочка. И на ту почву, которой мы будем засыпать, потому что оно должно равномерно распределиться по всей ямочке. Такой вот баночки, кстати, хватит не на один кустик, а, считайте, на целый сад, который вы будете сажать. Плюс ещё в том, что грибы микоризные, попав в почву, они начинают распространяться по ней и начинают помогать и всем остальным растениям, которые у вас растут. Будь это смородина, крыжовник, вот по соседству груша и так далее. То есть внося биопрепараты, мы фактически помогаем не одному растению, мы помогаем целому участку своему, потому что это всё живёт в почве и остаётся в ней на многие годы. Итак, мы подготовили ямочку, мы заправили ямочку. Почва, заметьте, плодороднейшая. Дополнительных каких-то навозов и прочего сейчас ей не требуется. Максимум, что мы сделаем, замульчируем торфом сверху. Итак, наша любимая смородина. Помещаем её в ямку. Помещаем так, чтобы она, во-первых, росла, стояла под наклоном 45 градусов. Почему? Здесь вот почки. Здесь на черенке тоже прячутся спящие почки. И из них проснутся побеги. И я хочу, когда они проснутся и пойдут из-под земли, чтобы образовалось широкое основание куста. Если я посажу вот так, они все будут расти очень кучно, очень густо. Это нехорошо. А вот таким образом мы как раз и добьёмся, что будут расти ветки с разных мест, и куст получится таким широким. Ни в коем случае, чтобы корень не загибался наверх, иначе он отомрёт. Мы должны его заправить вниз. Расправляем корневую систему. Размещаем. Вот всё. И потихоньку засыпаем. Здесь у нас чесночок. Из деток выращенный. Из бульбочек. Надо выбирать, я его не заметила. Так вот, торф мы сюда уже вносили. И в прошлом году, и в позапрошлом. Так что тут почва уже намного рыхлее. Обратите внимание, как она рассыпается. Главное выбрать чеснок. Как не покопаешься, что-нибудь полезное найдёшь. То картошку, то чеснок. Выравниваем слегка почву. Убираем оставшиеся сорнячки. И уплотняем. Можно аккуратненько притоптать. Но только не у основания смородины. Чтоб не обломать почечки. Формируем бортик небольшой. Потому что, несмотря на то, что почва влажная, полить её всё равно смородинку нужно. Вот, кстати, зачем нужен бортик. Посмотрите, чтобы вода не утекала туда, куда не надо. Так, вода впиталась. И мы сейчас мульчируем торфом. Во-первых, торф на данном участке никому не помешает. Во-вторых, нам реально нужно хорошенько прикрыть свежепосаженное растение. Многие садоводы делают ошибку. Посадили вот так вот кустик и всё. И оставили. А потом удивляются, что у них нет урожая. Или он слабый, нарастает медленно. Основная ошибка то, что вы не срезаете. Итак, срезаем на 3-4 почки над землёй. Благодаря тому, что мы срезали верхушку саженца, мы спровоцируем рост из-под земли новых побегов. И на следующий год, уже с весны, здесь будет расти не 1-2-3 веточки, а может быть целых 5-7, а то и 15. И через год это будет очень урожайный куст. Кстати, не забудьте, самое важное. Вечная проблема. Посадил и забыл что? Сняли этикетку. Если это долговечная этикетка, её можно воткнуть рядом, чтобы не забыть. А ещё лучше записать у тебя в специальные тетрадочки. А что делать с череночком? Хороший такой черенок. Прекрасный черенок. И мы его тоже посадим. И сажаем рядышком вот этот срезанный череночек. Так, чтобы вот эта верхняя почечка оказалась именно сверху. Вот так. На уровне почвы. Чуть выше. И на следующий год вы получите ещё один саженец в своей собственной смородине. Вот у нас ещё ждут своей очереди на посадку. Орешник, кизил, сирень. Другие смородины и крыжовники. Их всех можно и нужно сажать осенью. Так сэкономим время на весну, когда действительно серьёзный завал с посадками, с уходом. Красавцы. Вот которые вызрели полностью. Смотрите, прям солнышко. Вот. Которые полностью вызрели, тем заморозки были не страшны. Их можно спокойно ещё дома положить, так для красоты. Погреть глазки. Тыква, она сама по себе растение очень мощное. Если ей первые недели, две, три помочь, дать нарастить листовой аппарат, потом она справится с любыми сорняками. И, кстати, на такой почве это тоже выход. При её оккультуривании. Корневая система мощная, листья мощные, сорняки давят. Я люблю сажать тыквы, кстати, на компостной куче. Под ней компост разлагается особенно быстро. Правда, в этом году у нас получилась такая интересная ситуация. В прошлом году рядом росли патиссоны и росли кабачки, цукини. Они перепылились. Мы собрали семена, посеяли, и там выросло такое чудо. Мы долго думали, как это назвать. Это гибрид патиссона с цукини. И решили, что это патсукини. Потому что они были слегка длинные, как цукини, но ребристые, как патиссоны. Короче, новый вид патсукини. Рекомендую. Вкусные. Что главное сейчас успеть сделать в саду, пока не ударили морозы. Обязательно красим. Видите, мы уже покрасили свои деревья все. Неважно, молодые, старые. Красим все. Это обязательно, если не успели обработать хотя бы 1-2% раствором бордоской, если не успели обработать мочевины. Почему? Сейчас, видите, идет листопад. Уже кто-то облетел полностью, кто-то вон еще держится. А в такой погоде все-таки раковые болезни рассеиваются. Мы внесли, уже мы внесли удобрения осенние. Здесь мы добавили немножко суперфосфата. Мы добавили нашу микоризу для наших деревьев. Потому что здесь очень долгие годы было чистое поле. И деревьям надо помочь сформировать нормальные корни. И еще планируем обязательно подмульчировать приствольные круги торфом. Когда мы сажали эти деревья, почву не оккультуривали. Фактически вот скосили, распахали, выровняли. И при первой возможности понатыкали там сям яблони, груши и прочее. Окультуривания глубокого не проводили. И сейчас, чтобы наши растения чувствовали себя лучше, мульчировать буду торфом. Вот этим вот хороший торф. Там немножко перлита подмешана, чтобы сделать еще почву более рыхлой. Со временем она все перемешается. Все уйдет вглубь. И это пойдет только на пользу. А если вы посадили молодые деревья, так тем более мульчировать очень желательно. Потому что корни у них еще чувствительные. Они совсем не укоренились, глубоко не ушли. И если мы насыпем такой хорошенький слой торфа, компоста, сантиметров 7-8, а лучше 10, это будет как такая подушка-одеялка, которая не даст корням подмерзнуть. Если, не дай бог, холодная погода и заморозки пойдут без снега. Ну вот тут у нас пробрался заяц. Хорошенько обгрыз. Сейчас мы вот восстанавливаем, но сад нужно защищать еще и от мышей. Наш главный мышицид на участке работает только в теплое время года. Зимой он плохо работает. Да, вздыхает тяжело, конечно. С таким-то весом за мышами бегать. Поэтому обязательно защитные чехлы и от мышек. Потому что под снегом они, поверьте, работают очень хорошо. Кстати, иногда деревья приходится беречь и от котов и кошек. Вот эта вот груша, она была просто задрана в усмерть вот этим вот мурлычардом, который выбрал ее в качестве когтеточки. Пришлось вот ее обернуть, замазать, залечить. Потому что вот нравится ему груша. Именно эта, никакая другая. Ох, сердце, сердце не любит, когда его ругают. Ну что поделать. Сейчас осенью, когда облетел лист, самое время обрезать ягодные кустарники. Весной может быть уже поздно. Поэтому не упускаем возможность. Поломанная ветка, вырезаем все поломанные. О, да тут стеклянница, видите? Такую ветку нужно вырезать полностью. Вот видите, сверху отверстие это прогрызло стеклянница вредная. И надо будет вырезать ветку до здоровой древесины. О, она глубже ушла. Значит, еще глубже буду срезать. О, походу мне придется расстаться с этой веткой полностью. Вы видите, куда она уходит? Ой-ой-ой. Это вредитель, который рано или поздно вызывает гибель веток, засыхание веток у смородины. Вот тут у нас куст смородины. Мы посадили его одним из первых. И у него уже ветка, вот видите, совсем старая. Она не плодоносит практически. Такие старые ветки, которые старше 4 лет, мы обязательно удаляем. Чтобы куст постоянно обновлялся, ветки старше 4 лет убираем однозначно. Здесь у меня есть тоже подозрительная веточка. Мне она не нравится. Тут тоже стеклянница поселилась. Вот видите, такие ветки тоже вырезаем и все в костер. А сейчас я убираю. Мне нужно убрать все вот эти цветоносы. Им тут тоже не место. Вот аккуратненько их удаляю. Вот. Почистить лилейники, лилейники. Главное, без излишнего фанатизма. А то иногда начинается такая вот яростная вычистка, что повреждается даже корневище. То есть убираю только то, что, откровенно говоря, мертвое. Вот вычесываю руками. Остальное пускай остается на зиму. Почему? Оно, когда ляжет под снег, вот эти вот листья, они закроют корневище и не дадут ему перемерзнуть. Срезаю обязательно пионы сейчас. Пониже срезаю, потому что на этих вот листьях тоже всякое-всякое всячина. Вот тоже еще один куст пионов. Он уже совсем, видите, лист отмер. Тоже срезаем все ветки. Срезаю все веточки, листики. Все пойдет в компост. Кстати, не надо бояться отправлять вот такие вот, казалось бы, больные ветки, листья в компост. Если вы закладываете его по всем правилам, то через два года это будет абсолютно здоровый, чистый, органический грунт. Без всяких болезней, без всяких вредителей. Поэтому у меня оно ровненько пойдет в компостную кучу. Ну и плюс сверху каким-нибудь сенной палочкой или триходермой паралит. Тогда уж гарантированно там ничего вредного не останется. Ну, сегодня я посадила смородину, покопалась немножко в почве. Действительно, мы уже заказали торф. Вот и в следующий раз мы с вами посмотрим, как при помощи торфа можно оккультурить почву. Наши следующие сюжеты хочу снять это, рассказать. Сколько надо торфа, как его вносить, чтобы сделать тяжелую почву легкой. Посмотрела свой сад, да. Еще надо чехольчики от зайчиков, от мышек. Вырезала больные все, отцвевшие побеги, ветки. Почистила кустарники. И, в принципе, на сегодня хватит. Впереди выходные. Нужно отдохнуть, нужно подготовиться. Договориться с еще одной машиной торфа. Трактор. Ну и до следующей встречи на нашем канале. Будем улучшать почву вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова